Эта молитва звучит в память о выдающемся сыне татарского народа Разиле Валееве. Его не стало 20 октября на 76-м году жизни. Каждую минуту, каждая секунда мысли только о нём. Читал стихи, посвящал. У нас были творческие вечера, семейные. Дом наш был как крепость. Писатели, депутаты, актёры, композиторы, госслужащие и общественные деятели. Поделиться воспоминаниями о Разиле Исмагиловиче и почтить его память пришли более 130 человек. Фарид Мухаммеджин отметил его вклад в культуру своего народа. Это был выдающийся человек, который служил в сохранении традиций, обычаев, культуры своего татарского народа, языка его, этого народа. Я уже и на похоронах поблагодарил его перед гробом, перед прощанием за то, что он много сил вложил, чтобы я тоже изучил родной татарский язык. Разиль Валеев – один из самых самобытных литераторов нашей республики. Всю жизнь посвятил вопросам развития татарского народа и его литературы. Писал стихи, повести, драмы и песни, которые исполняли Ильхам Шакиров, Альфья Авзалова, Венера Ганиева. Он работал за 10 человек. Допустим, кто-то там за 30 лет одну книгу выпускает. А он за 10 лет творил и работал. Я как начинающий поэт, еще школьник, пришел к нему, он ознакомился моими стихами и сказал такие добрые слова, воодушевил меня. На протяжении 29 лет он был депутатом госсовета. Возглавлял комитет по науке, образованию, культуре и национальным вопросам. И всегда выступал за интересы народа. Он очень много переживал за Болгар, что надо улучшить состояние Болгар. И вот когда создался фонд во главе Ментимир Шарипича, он часто приезжал, очень часто советы давал. Как сегодня сообщил Фарид Мухаммеджин, сейчас обсуждается вопрос увековечивания памяти народного поэта. Одно из предложений присвоить имя Розили Валеева Национальной библиотеке республики. Сирина Васильева, Лейсон Саитова, ТНВ, Казань.